Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире НОР-ТВ «Молодежные новости» и я, ее ведущая, Татьяна. И сегодня в программе. 17 декабря состоялся отчетный концерт проекта «Арт-парад». В Нарском спортивном холле прошел турнир второй лиги по футзалу. Интервью с организаторами конкурса видеороликов, а также мнение молодежи о том, что она хочет получить на Новый год. Небольшая часть творческой молодежи приняла участие в проекте «Арт-парад». В течение месяца они занимались с профессионалами и педагогами, чтобы 17 декабря показать, чему же они научились за этот период. Дом культуры Ругадив стал местом проведения отчетного концерта молодежного проекта «Арт-парад». В течение месяца молодые люди от 13 до 16 лет, не покладая рук, работали в различных областях сценического искусства. Конечно же, им не пришлось сидеть битые часы на скучных лекциях, которые, скорее всего, только способствовали бы усыплению активности. Однако продолжительные репетиции, хоть и оказались увлекательнее, потребовали немалых усилий. Сценка про бродячих собак с философским подтекстом, танцы, фитнес и песни – вот рецепт бурных аплодисментов. Перед подачей на стол посыпать сумасшедшей энергетикой. Завершая отчетный концерт, обаятельные ведущие пригласили на сцену учителей проекта, чтобы и те насладились заслуженными овациями. Молодцы, молодцы. Месяц за месяц – это срок, на самом деле. Еще бы чуть-чуть, и было бы все отлично. За месяц они молодцы. Вы знаете, главное на самом деле выходить на сцен с настроением. А научился ты петь или не очень еще, самое главное – тянуть ниточку с вами, со зрителем. Я слышала по вашим аплодисментам, все удалось в этом концерте. Спасибо. Вдобавок к хорошему настроению, артисты подарили зрителям воздушные шарики. Я так хочу, чтобы рады смог Приходила, как петь песней, Сделала наш мир еще чуть песней. Вдобавок к хорошему настроению, артисты подарили зрителям воздушные шарики. Вдобавок к хорошему настроению, артисты подарили зрителям воздушные шарики. Прошел турнир по футзалу между двумя эстонскими командами – гол и лоу. Лето – это пора игр на открытом воздухе, например, футболу. Однако зимой сокер пришлось перенести в Нарвский спортивный холл. Итак, в вышеупомянутом спортивном холле 19 декабря в поединке сошлись Нарвский гол и Таллинский лоу. Надо сказать, что норвитянам следует гордиться своими футболистами, ведь таллинцев они разгромили со счетом 16-3. Конечно, столичные гости не хотели отдавать победу без борьбы, так что нашим ребятам предстояло столкнуться с неимоверной силой воли соперников. Но главный показатель в футболе – счет. А счет 16-3 доказывает, что все трудности норвские спортсмены успешно преодолеют. Расскажите немного о вашей команде. Ну, команда у нас относительно молодая. В принципе, это у нас, получается, первый сезон. Образовалась она в 2010 году, и впервые мы начали играть в чемпионате города. Заняли второе место, потом есть такая эстонская народная лига, мы третье место заняли. И вот заявились с осени на чемпионат Эстонии по футзалу во второй лиге. И вот сейчас закончился этой игрой первый круг чемпионата Эстонии. Так что мы молодая, но очень перспективная игра. Довольны ли вы результатом сегодняшней игры? Ну, конечно, результатом мы довольны. Все-таки это последняя игра в уходящем году. Хотелось бы закончить на высокой ноте. У нас, я думаю, получилось. Надеемся, ребята и впредь будут радовать нас своими успехами. Вы наверняка уже где-нибудь наблюдали такие плакаты. Но что они означают, нам расскажет организатор конкурса видеороликов. Здравствуйте! Вы, наверное, уже в своих школах замечали появление вот этих афиш. Также их печатали в газете «Молодежка». На этих афишах вас приглашают принять участие в видеоконкурсе. В конкурсе принимает молодежь в возрасте от 16 до 22 лет. Конкурс этот рассчитан на всех, неважно, профессионально вы занимаетесь в видео или нет. Цель конкурса – это популяризация молодежного видеотворчества, а также реклама молодежного телевидения, проекта, который активно стартовал в конце этого года. У нас есть требования к предоставляемым работам, и они очень маленькие. Одно из самых главных требований – это длительность фильма не должна превышать 5 минут. Очень короткий видеоролик. А также у нас требования к жанру видео. Это должен быть репортаж, связанный с молодежью, может быть социальная реклама для молодежи или же короткий документальный фильм. Главный приз нашего конкурса очень ценный – это видеокамера «Канон», которая достанется победителю. У нас не будет номинации, у нас будет главный приз, и призер определится профессиональным жюри, в которое войдут представители профессии журналистики, видеожурналистики, радио и представители прессы. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, мы рекомендуем вам зайти на страничку tv.northec.ie, где вы ознакомитесь с условиями конкурса, где вы найдете заявку на участие в конкурсе, и посмотрите видеоработы, которые предоставляются молодежным телевидением. Перед наступающим Новым Годом мы решили поинтересоваться, какой подарок желает получить молодежь на Новый Год. Что бы вы хотели получить в подарок на Новый Год? На Новый Год хотел бы, чтобы у моих друзей, знакомых, родных, чтобы они получили тот нужный подарок, который они сами планируют. А себе, в принципе, ничего не надо особо. На Новый Год подарков особенно не хочется. Главное, чтобы было все хорошо, благополучие в семье. Такой нематериальный подарок. Вы верите в летающие корабли? Я верю. Вот такой большой, красивый летающий клипер с курсами белый. Я бы хотела бы компьютер. А вы? Я бы хотела бы iPod, много конфет, много чудесного. Ну, я бы хотел бы в этом, конечно, Новом Году, когда будет получить, конечно, побольше счастья, побольше, конечно, радостных событий, которые не были в этом году. Я лично хотел бы съездить в Москву к своей любимой девушке, так как сейчас не имею возможности, и сделать ей хороший большой подарок на Новый Год. Я для себя ничего не хочу. Я, наоборот, желаю людям счастья. И во всем мире. Гораздо лучше, когда люди живут в мире, как бы в гармонии и счастье, чтобы вот Новый Год, Эстония входит на Евро, не принесло нам безработицу, а наоборот, появились какие-то новые рабочие места, появились новые возможности. В общем, счастья имена. А наш выпуск подходит к концу. И мы хотим пожелать вам счастливого Рождества и Нового Года. Это были молодежные новости, и я, Татьяна, прощаюсь с вами. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова